Ладно. Еее, отчет закончен. Привет всем. Мэтт и Нот Квинн. Как обычно, о каких-то очень хороших новостях сегодня будем говорить, говорит Мэтт. Но в первую очередь поздороваться со всеми. Привет Бьерну. Большому количеству модераторов, конечно же. У нас это Аки и Хискид. У Мэтта, кстати, имя очень классно написано, да. И офигенная футболка пицца, вот. Которую можно купить на сайте магазина разрабов, кстати. Ну, магазин с мерчем. Вот. Такую же футболку. Она ему, наконец-то, доехала, так же, как и нам. Так, первую картинку сразу же. Хромакейная футболка, кстати, да. Исправление под пролагу крюка. В основном на консолях, правда, происходит это. Не совсем понимает, что за баг. Я не знаю, что за баг они не объяснили. Если вы знаете, что это за баг, вот этот баг исправят. Дорожная карта. Для всего. А, нет, сравнительная дорожная карта. 25 августа на PS4. Исправление проблем с Unhook'ом? На Xbox'е? Серт, то есть что это? Акцепта! Бифмейкер. Спасибо за переводь сбор. Донейшн акцептат. Спасибо, сдано. Сот рублей, бог жамп. И мы говорим им, шовь это в как быстро, как можно. Серт, скачок. Уже завтра утром вот это исправление на PS'ке будет. Без сертен, я тоже подумал, но. То есть вот это изменение в начале, потом вот эти вот на Xbox'е будут. И вот эти три патча потом вместе с изменениями на Unhook. Начиная с 25-го, наверное. Вот как 만들어 с бесати, ну что конечно. Бой misses. Лучше Bolteев на гоСТ ИБДЕРБУДТЕРВОДУРТЬ И ЭТОРА ТОГЕДЕРБУДУРТЬ lag А. Жанта. За б! Все немало обзивленных систем. Еще spreading Tumblr очень капитализируют наішения. С delve με так. Другие новости? Другие новости? Итак, что касается Лалабай Форда Дарк и Хэллоуин? Итак, Лалабай Форда Дарк будет уничтожить на 28-м, который будет в месяц следующей неделе. На Xbox 28-го числа появится Охотница. На PS-ке уже есть Охотница. Но, я так понял, только для Америки. Для Европы, видимо, еще нету, если я не ошибаюсь. Может, уже есть. Может, уже появилась на консоли. Да, и сегодня у нас есть один патч на PS4. Да. Практически, перейдя на 1.6.0 Xbox, потому что это часть, которая не была в первом обновлении, которую мы могли обновить на Xbox. Ну, быстро идти на инфы, когда выйдут обновления для консолей. Вам важно? Наверное, не очень. Топ-5 багов на консолях. Зависание загрузочного экрана. Френд инвайты. Исправлено уже. Это только расследуется. Ресет рангов все еще и там есть. Настройки Ресетуются тоже. Не поверишь, но да, есть. Ладно. На PS4 гамму есть охотница. О, то есть уже появилась. Ну и неплохо. Потому что я читал, что только для Америки вроде должно было появиться. Вон. Ну и она как раз ее перечисляет, я уже это прочитал все. Классические вопросы, как будет ли кастомизация и будет ли кастомизация? Билл, наверное, нет. Потому что он не нашел, чтобы играть как мы хотим. Айс, абсолютно. Да. Классические вопросы, как будет ли кастомизация. На Билла нет, конечно, уже. Скорее всего, нет. На Айса еще спросили. На Айса? Да, обязательно. И да, на консолях все еще нет косметических DLC, но это, видимо, шмоток некоторых. Потому что есть очень важные баги, которые вначале надо пофиксить. Еще одна вопрос. Спасибо, что вы получили лалаби на консолях. Будет ли кастомизация? Кастомизация специфика. Я не думаю, что он придет к консоли. Особенно потому, как продажи и как комплексно это будет, взять только этот ревеню и дать его кастомизации. И если мы можем сертифировать 100% от зарплаты от зарплаты от зарплаты, то мы, наверное, не будем делать. Да. Есть много партий, которые включены на консолях для этого проекта. Так что это гораздо сложнее. И сколько долго это нас ждет на PC. Черити пак, походу, не выйдет на консолях. Да. Потому что это гораздо сложнее одобрить, во-первых. Во-вторых, очень сложно отследить, какие деньги, ну, деньги, которые они получат с этого пака, как их потом передать на благотворительность, типа, вот. Поэтому, скорее всего, не будет. Ну, и в целом очень много участников вовлечено во весь этот процесс, в том числе те же люди, которые давали согласие. Хочу ли я, чтобы мое розовое поло было на консолях? Не, я, конечно, не против, в принципе, но... Блин. Ну, не, видимо, не будет. И еще, какие проблемы есть на консолях? Форумы консольные. Очень важно. Видимо, хотят ввести. Сохранения теряются. То есть прогресс, видимо, теряется даже на консолях. Не только ранги там слетают. Соединение с серверами прерывается, высокий приоритет. А, ну да, вот потеря прогресса есть. Все еще работает над этим. Окей. Матчмейкинг. Постоянно работа ведется. И система репутаций для Иксбокса. Да. Ансер, что это... Да, она написала. Непонятно. Там бэкап можно сделать, скорее всего, нет. Хэллоуин сказал на Иксбоксе в пятницу. То есть завтра получается. Ну и исправление бага с крюками тоже завтра. Вряд ли они говорят про следующую пятницу. Поэтому, видимо, завтра. Попросили Бьерна скроллер сделать снизу экрана, который об этом говорит. PS4 вроде. По-моему, мне показалось, он сказал Иксбокс. Возможно, и то, и то, кстати. Потому что в той дорожной карте было и там, и там 25 августа. 25 августа написано, да. На ПК. Дорожная карта есть, но нет картинки с офигенной взрывающейся кошечкой. Ближайшее, что будет, это софтбан. Очень скоро. Очень-очень скоро. Чуть попозже по поводу софтбана поговорят. Далее. В сентябре для всех платформ осенний маскарад будет называться ивент. Там будут блатпойнты. Там будет челлендж для комьюнити. Там будут шмотки, там будут косметические улучшения. Ну, то есть кастомизация, видимо, какие-то шмотки будем получать. И награда будет шмотки кастомизации. Кастомизация для персонажей из главы... Ну, с главы и с охотницей. Из колыбельной. Там, видимо, для... На Анну что-то кастомизация, на Дэвида, соответственно. Там еще дальше было... Блин, она убрала дорожную карту. Ну, в общем, после ивента, типа... контент какой-то еще. И... Что там еще было? Блин. А, это пинг-индикатор. Типа, чтобы MLG не юзать. Ладно, топ-5 багов на ПК. Маньяки теряют капли, когда выжившие вылетают. Проблему пытаются решить. Удары через доски – высокий приоритет. Телепорт нурсы в подвал. Почти исправлено. Тестируется. В основном для нурсы удары через доски хотят исправить. Это очень надо. Это давным-давно надо. Она должна хоть как-то нормально станеться досками. Еще звуки Quick and Quiet исправить. Уже тестят тоже исправление. То есть скоро будет, наверное... Вот. Мы проверим, как мы проверим, что мы проверим. Уже есть несколько вещи, которые будут изменены. Я буду ждать на следующем неделе, когда на СОФБАНе тоже будет выйти. Чтобы представить правила. На другой стороне, я хочу сделать что-то очень очевидное. Мы будем использовать данные из в-четчика. Они планируют использовать дату по внутриигровым репортам и по дисконнектам, чтобы выдавать баны. Все на следующей неделе будет объясняться, за что можно там, типа, репортить, за что они будут банить и всякое такое. На следующей неделе подготовят вот эту инфу. Что, четвертый звук про звуки? Я не знаю, я с Quick and Quiet не играл, особо я не знаю, какие там проблемы. Ну, видимо, ошибки какие-то есть. Видимо, слышно звуки или подсвечивается. Например, кто-то, кто оставил, я не знаю, 85 игр в последний месяц, но играл 10 тысяч миллионов раз, это небольшая процедура. Это много игр. Это просто идея. Но, да, это разница. Но если ты оставил 85 игр и играл 90, то, возможно, ты даже не должен играть. И даже если это не волонтерально и твоя коннекция просто так ужасная, извините. Но, да. Если ты идешь на такой процедуре, то, возможно, играй что-то еще раз. Вот здесь «Цивилизация» – это красиво. И повторяют инфу по поводу этих дисконнектов. Балансные изменения какие-то клевые. Нас ждут. Вот это уже интересненько. Баланс – это всегда интересно. Вот чтобы поиск исправили. Да, поиск надо бы исправить. Немножко привет. Нет, не буду играть после стрима разрабов. Часы нерфуют. На 5 секунд. Прок-счета Уменьшают с 20 до 15. А время истекания крови, ну, как часы работают, аж в два раза, походу, нерфуют. Уменьшают с 40, 45, 50 до 90, 95, 100. И это будет в любом случае, когда ты скрылся, вместо того, что ты скрылся. Да, так что ты не должен быть скрылся, чтобы использовать это. Это мой любимый. Да. На 15% ускоряют скорость поломки досок всем убийцам. И еще... Еще было какое-то изменение по поводу чего-то, что можно использовать не когда ты ранен, а когда ты на корточках. Видимо, Dead Heart? Не, вряд ли Dead Heart. Я вот не успел услышать. И хранить скорость от 25 до 15. И хранить скорость. И хранить скорость. Так что, вместо того, как использовать его и быть очень грустным... Это будет немного хранить скорость. Ммм, коричневая аптечка теперь сможет вас вылечить один раз. И еще хотят перечислить. Перечисляют перки, которые будут изменять. Слипермит бафают. Селфкер, Самохилд немного нерфают. Слипермит бафают, я сказал, нерфают, бафают. Эндуринг бафают, нерфинг присенс, бафают, лайтборн, Агитацию бафают, Овервелминг присенс бафают. Резилинс не меняют, но меняют описание, потому что оно будет совпадать с тем, что оно на самом деле делает, потому что оно очень на много всего влияет. А по-русски можно? Ну, название перков лучше на английском сдать. Доски, антистан, Эндуринг, соответственно. Потом, Овервелминг присенс доктора. Что за резилинс? Это устойчивость у выживших. Ну, ресайлинс. Вот такой перк. Не, подожди. This is not happening. Не помню. Нет, вот такой, да, все правильно. С кулаком. 9% ускорения всех действий на ранении. Что за хуклак без понятия? Который пофиксили, но они его пофиксили. Вроде как на консолях в основном. Много людей в чате пишут, что слишком много изменений для улучшения убийц, но... Блин. Да нормально вроде. Да. Я буду следить. Это все. Можно я? Да, почти. Хорошо. Хорошо. Ну, много перков меняет внезапно. Ускорение ломания досок. Короче, доски ломаются 3 секунды. Сейчас убийцами. Без Brutal Strength. Теперь будут ломаться 2,6 секунды. Победитель контестов по фан-арту. Ким Джей из Юты. За вот этот арт. И второе место занял Энзо Джи. Очень-очень-очень красивая картинка, которая должна быть татуирована на кто-то. С вот этой картинкой. Которую Мэтт говорит, надо по-любому где-нибудь набить как татуху. Так. Можем ли мы иметь татуху на Твиттере или что-то? Мы можем иметь татуху. Но я не иметь татуху. Ну, мы посмотрим. Окей. Что еще есть? О, там. Сеонак. Это же, который сделал 1. Первая клевая очень была. Так. Поздравляем. Там еще немного гомо-экшен между Джейком и Эйсом происходит в подвале. Что они там вообще делают? Ну, что там много гомо-экшен, да. Да, что случилось там много. Да, что Танзы ты можешь получить там интересно, что у Давида Кингеса Верда Лива и мы сейчас мы оставляем с татухой и стойкой. Да, у нас есть михаил Мыер-пирксы. Есть вопрос, что я бы хотел ответить. Вот это с Ble Florida по Ордону. Мы можем сделать это с ней в следующем году. Автор и представить тех, кто у них был, как бы, так, на уровне у него. Да, с на топ-5. Да, с каким-то Господом и однажды. Это была действительно хорошая пара. Это очень сложная история. Говорит, выбор очень тяжелый был, по-контесту это. А еще и там косплееров много клевых. Маски, которые делают Payday маски, нашли что-то очень круто, мы увидим. Хорошо, у вас есть какой-то магазин, который делает Payday маски, и вот может быть маску Траппера тоже можно будет купить. Да, это будет круто. Так что вы знаете, ребята, твоя СиЭН будет выходить за неделю, но Клайд еще здесь, и все остальные команды еще здесь. Так что это просто месседжение, что если ты видишь меня немного меньше, или если у тебя есть немного меньше подписчиков или что-то. Это не потому, что ты не волнуешься, это потому, что ты вбездаешься. Да. Ну, Твин где-то что-то сейчас занята будет, по-моему. Чуть меньше, типа, отвечать на форумах будет или всякое такое. Вот. Ну, вот. Может быть, у тебя в отпуск идет? Я не совсем услышал просто. Или что-то такое, ну, в общем, на эту неделю. Ну, а сейчас вопросы и ответы. Лучшая рубрика. Лучшая рубрика. Что-то когда рассматривается. Если это будет вводиться, то так называемый стейлмейт куб будет. Вот в этом кубе изменений, может быть, и что-то такое введут. Вот. Это то же самое про люк, когда рядом с люком стоят, типа, долго. Вот это изменение тоже будет, ну, вот, в одно время. Ну, то есть вообще в конце игры хоть что-то другое делать, кроме как... ...вать ворот и сбегать, может, типа того. Да. Да. Вы говорите, что Хаг будет не получать эксклюзивные косметики, потому что она была длс-карактера, но Асунательная длс и получила эксклюзивные косметики. Ничего не важно, эксклюзивки на Эйса Хагу будут. У меня есть вопрос. Я просто хочу приветствовать нашего имперора, который называется Дарт Бьерна. Мы салютуем вас. Окей, тогда. Вы можете добавить статус-нотификации? Они дадут слишком много информации для успехов. Помнишь, когда ты изменил успехов, я надеюсь, что за эту причину, но не успехов даже знают, что я на третьем токене. Так. Ну, я, в самом деле, проведу об этом с дизайном, чтобы осуществить, на эсимферский марш. С тотемами еще усложнить информацию о том, что они есть. Например, если ты с наедом бьешь раненого, сурвы не узнают о том, что у тебя есть наед, пока ты не ударишь по выжившему, по фуловому. Да. Как только ты начинаешь ломать сломанный, обычный тотем, да, не горящий, а есть Tree of the Hunt, ты не узнаешь о том, что есть Tree of the Hunt. Тебе надо по полоске определить, типа, насколько медленно ты ломаешь тотем, есть Tree of the Hunt или нет. Вот. И типа того. Так. Так. Парк, что ты делаешь, пока я пришел, это не только уникальный фактор. Главный фактор будет уникать, по фактору, 12-17%. О, по, 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 по по-моему, как ты играешь. Особенно зависит от вашей коннекции и вашей hardware. Но серьезно, есть много крутых вещей для игр. Теперь, что не мидер, не мидер существует, то это означает, что в «векен» статус был крат. Нет связи между тем, но в «векен» статус мы думали это было круто, раз вы ввели перк без сожаления, идея о одном прохиле и о состоянии слабости, вы ее убрали? Они никак не связаны, типа, с этим перком, но мы потестили, и типа, ну, не особо зашло. Вот, такое изменение. Старая, старая уже тема, мы уже забыть все успели. Не слишком ли много персонажей уже в игре? Типа, мы же не думаем о том, что «Воу, мы можем добавлять персонажей бесконечно, и это всегда будет весело». Всем будет весело. Нет, на самом деле, конечно, надо задуматься о том, что слишком большое количество тоже вряд ли. Но пока что мы не останавливаемся к новым контенту. «Он-упст dunno, как Томсон Фарм и Орн Ворсов-мисери, в том числе, это очень Good, в свободе. Это составляет мастер-сай, который продолжается существовать. Это еще одно, что проводится о конь-сайф к тому, как угорим. Это основная версия. Рандомизированы. Иногда у вас есть итерация на мапе, где у вас есть хоккан внизу, просто внизу, но когда у вас есть бассейн там, то, да, это как-то сложно, чтобы уйти туда. Я должен быть очень-очень слегка с этим. Но это что-то, что левелизайне... Говорит, на некоторых картах есть сейфовые точки, когда подвал спавнится очень далеко от какой-то точки, а крюков рядом не появляется, типа. Вот, и срывы могут просто там упасть, типа, у стены или что-то типа того, и их не донесешь. Вот, и, ну, это процедурная генерация карт, это, в принципе, рандом, да, такое может иногда немного случаться. Лобби-чат для консолей будет, говорит, нет, вряд ли. Если люди хотят коммуницировать... На консолях они после игры обычно... Обычно, там, друг другу сообщения просто отправляют, типа того. Ну, типа того. Своя любовь. Своя любовь. Своя любовь. Самохил нерфует именно в том, что если ты с ним аптечку используешь, то она не так сильно, в общем, не так много раз ты сможешь использовать эту аптечку, и вроде как скилл чеки уменьшают у Самохила, я вот точно не понял. Ну вот ли новые эксклюзивки. Я пропустил меня, брат отвлёк. На каком-то ивенте они будут эксклюзивки раздавать, причём такие эксклюзивки, которых вы походу даже раньше не видели, а какой ивент? Хэллоуин завтра на PS4 выходит. Вот. Клём. Иксбокс получают в понедельник колыбельную, а потом в пятницу на следующей неделе руин. Багфиксы на PC выйдут в скором времени, и софтбаны очень скоро, примерно через неделю, получается. Иксбокс, который мы показали в последний стрим. Это называется «Доктор с эффективностью». Я сделаю это в следующей неделе, потому что, как я уже говорил, наш статистический парень будет в гостях. Стату на следующей неделе по доктору подгонят походу. А сейчас у них... Персонал, который занимается статистикой, типа, у него отпуск. Ну, технически у него есть вопрос-марк, но это всё равно не вопрос-марк. Ага. 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 По поводу новых жестов в игре мы будем вводить новые, но... Они не будут такими, типа... Что там танцы какие-нибудь или фингерган, как у Эйса. Это будут такие, которые будут что-то показывать, что-то... Действия, которым ты можешь что-то сообщить. Браун Айс Рус, это не прикольно. Ага. Ага. Ну, я хочу показать что-то очень крутое вещи, которые я нашел вокруг вебе. О, да. Я забыл. Ты не забыл о том. Ну, я знал, что ты не забыла. Так что, мы хорошо. Ага. Ага. Дай мне нашли листы здесь. Ага. Веб. Окей. Первое, которое я имею в виду, это из DVD-хедканона. Красивый. Очень крутое. Мне очень нравится. А вот это Доктор Строаг. Там же еще что-то должно было быть. Там Джейк был дальше. Доктор Строаг. Лик-рап. Это очень-очень крутое. Да, это довольно-очень впечатляет. Ирака, я думаю, имеет этот красивый маленький бутылок. О! Призрак-няжка. Не кажется ли он в подгузниках? Да, проблема. Ага. У нас есть Джагуар. Отличный название, кстати. О, здесь мы идем. Неа. 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 Клево. А, ага. 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 Ч-ч-чиби, доктор. Это очень крутое. А потом Ладдлз. Мо-о-о, прикольно. Наверное, дудлз в заднем классе, в некоторых... ...других... 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 ...делать. Мафио-кот. Следующий здесь. Других... ...других... ...позже. Мафио-кот. ...других... ...других... ...поставил, боже, боже. И вот в аннигар... ...других... ...других... ...поставил... Джейк. Прикольно, пиксель арт очень nice. Сэнди Мизаки, как всегда с косплеем, в этот раз с другом. Я не уверен, что название этого человека, но это было просто скучное любовь между Траппером и Хилбиллом. Ну, это то, что я делал сегодня из web. Пэринг Траппера и Хилбилла. Где я выписал Сайгвин, да вот же. Моя вопрос. Вы знаете, по-моему, по-моему, я не знаю, что Хилбилла может быть. Я не знаю, что Хилбилллы не повернутся. Да, но также есть то, что в какой-то момент, эти локерки были так полы, что вы не могли бы вообще хранить их в них. Да, потому что у них будут, знаете, гаски, беер-трашки, и это очень много времени, чтобы открыть локерки. Да, но я думаю, что идея для того, чтобы подать локерки в них было очень круто, но это не значит, что мы должны быть в этом месте. Мы inventаем новую вещь. Простите, продай мне футболку, говорит Мэтту. Но ее можно купить на официальном сайте мерча. И на этом они вроде как заканчивают. Нотквин в стиме также выложит всю инфу, которая была на сегодняшнем стриме, типа сделает компиляцию. Если вы хотите что-то перечитать потом, например, я по перкам, может быть, прочитаю потом немножечко. Вот. Она все это выложит. Ну и спасибо Бьерну и модам. Модерам за работу. Ну и все. Идите играйте в игру. И хорошего дня. Пока. Окей. На сегодня, я думаю, все...